Друзья, у нас началась обработка животных от блох. Плановый осмотр их состояния. Обработали на сегодняшний день мы уже 100 вольеров. И обнаружили вот такого ребёнка. Понимаете, когда ходит голову, опустив вниз, это не видно. Но именно когда начали капать и обрабатывать, ребята, обнаружили вот эту шишку, и она вот такая лопнувшая. Мы пока не знаем, что это за нарост и что это за шишка. Но, как вы понимаете, бесплатно нам никто помощь не окажет. Друзья, нам очень, очень нужна помощь. Посмотрим, какой придёт ответ, а пока ребёнка прооперировали. Глядя на вот эти страшные кадры малышей после глистогонки, вы должны понимать, почему так тяжело их выхаживать. Мало найти детей, ребята, надо ещё помочь им выжить после того, как эта гадость выйдет из них. Ребята, такие крошечные и такие чудовищно заражённые. Это почти все, все, кто попадает к нам. Многие приюты не хотят брать приют, щенят именно по вот этой причине. Потому что, когда начинается очищение организма, многие малыши не справляются. И после глистогонки вот эта вся гадость скручивается у них в животиках. Начинается распад и отравление организма, и малыши гибнут. Ребята, мы делаем всё, что можем. Клизмы, даём масло, обязательно масло, после глистогонки через час. Обязательно, ребята. Я понимаю, что фотографии страшные. Но вы должны это видеть и понимать. Почему так тяжело малышам в приютах и вообще бездомным? Если бы все бездомные на улицах выживали, мы были бы заполонены. Но из 10 помётов, рождённых на улицах, выживает один щенок. А остальные погибают в страшных муках. Вот эти глисты, ребята, разрывают им кишечник. И малыши гибнут в чудовищных, просто в чудовищных муках. Выбрасывая малышей на свалки и ещё куда-нибудь ваших рождённых собак, которых вы плодите. Люди, задумайтесь. Вы же обрекаете их на очень медленную и очень страшную чудовищную смерть. Друзья, у нас продолжается лечение тех, кто выздоравливает, кто ещё ходит с конструкциями на лапах. Кто-то чувствует себя тяжело так, что приходится обращаться именно в стационары. Ребята, сами понимаете, это не дешёвое обращение. Но обращаться периодически, ребята, нам необходимо. К тому же у нас продолжается волна стерилизаций. Стерилизация — это бич любого приюта. Это жизненная необходимость приюта. Мы подбираем малышей, подростков, мы подбираем поломанных, сбитых. Ребята, но они ведь живут не один день. Ребята, мы их лечим, мы их вакцинируем. И стерилизовать это просто необходимо. К сожалению, операция в наше время — это единственный способ борьбы с бездомными животными. И именно поэтому в приютах все животные стерилизуются. Вы представьте себе, если у нас полторы тысячи животных, и вдруг начнут все рожать. Ребята, да мы повесимся, все вместе. Да, жалко, безумно. Но, ребята, это единственный шанс спасти им жизнь. Помогите нам со стерилизациями. Молодняк подрастает очень быстро. Находим крошечного щенка. Проходит 6-7 месяцев, в нём просыпается природа. И с этим ничего не сделать. Надо только успеть. Очень прошу, помогите нам со стерилизациями. Я всё время говорю «помогите». И мне очень жаль, что это главное слово таких приютов, как мой. Помогите, потому что, люди, надежда только на вас. Мир очень жесток. Страшен, бездушен. Но, ребята, мы же люди. Мы же с вами люди. Весь мир кричит криком, и он разделён на добро и зло. И вам выбирать, ребята, на чьей вы стороне. Мы спасаем собак. Друг человека — это тот, кто рядом с нами всегда. И если можно отплатить ему теплотой, лаской, добром, то давайте отплатим. А то, что стерилизация, ребята, мне страшно, но это необходимость. Мы ничего другого придумать пока не можем. И плодить бездумно малышей тоже не можем. А природа требует. И что делать, если такой замкнутый, бешеный круг? И оставлять их на медленную смерть, как они умирают у нас под гаражами, на обочинах, сбитые, выброшенные. Уж лучше стерилизовать, чем находить этого ребёнка, завёрнутого в картофельные очистки, в помойке. Ребята, я за стерилизацию, потому что это наименьшее зло, которое мы можем причинить. И я призываю вас, будьте с нами, пожалуйста. Ребята, мы показали, что происходит с малышами. Показали, как мы пытаемся их спасать. На сегодняшний день из четырёх погибло трое. Ребята, это страшно. Это страшно. И каждая такая смерть, и каждая жизнь, она проходит сквозь сердце. Неужели вас не трогает то, что вы видите? Ребята, мы не можем погасить долги. Вас так много! А мы не можем даже погасить в клинике долги. Ребята, что с нами происходит? Ведь посмотрите, сколько просмотров! Сколько человек смотрит этот ролик! Каждый из вас хоть по сто рублей! Ребята, что происходит? Почему до такой степени вам всё равно? Почему? Вы же люди! с нами всё равно! Это страшно! Продолжение следует... Продолжение следует...